Наталья Куликова когда-то сама познала, что такое нужда. Познакомилась с двумя другими мамами, у которых были похожие трудности. Сначала обменивались одеждой и игрушками друг с другом, потом поняли, что таких, как они, много. И решили организовать пункт сбора вещей у себя дома. Потом за собственные деньги начали снимать квартиру. Сейчас переехали в более просторное помещение, поскольку масштабы их помощи продолжают расти. С квартирами было неудобно, так как хозяева не очень-то хотели, чтобы мы распространялись, рекламировали. Баннер нам нельзя было вешать. Люди к нам приходили просто по очереди, многие на улице ждали. Тот, кто пришел сюда за помощью, часто возвращается уже в роли добровольца. Екатерина два года назад осталась одна с двумя детьми. Поправив свои финансовые дела, женщина не забыла тех, кто поддержал ее в трудную минуту. Недавно она открыла небольшое ателье и теперь реставрирует вещи, которые нуждаются в ремонте, но еще могут кому-то послужить. Просто я сама знаю лично, сколько сил, денежных средств стоит девушкам все это организовать за собственный счет. Поэтому вот такая небольшая помощь. Многие считают, что это обычная работа, за которую девушки получают деньги. На самом деле это чистой воды благотворительность. Волонтеры ездят за вещами, если дарители не могут их привезти сами. Стирают, гладят, сортируют, развешивают. Я вообще горжусь своим городом, своими, допустим, односельчанами, скажем так, потому что едут отовсюду, привозят, также приезжают, берут. И слово спасибо здесь, наверное, самое, что ни на есть, часто употребляющее, когда уходят люди с большими пакетами и говорят огромное вам спасибо. Наверное, девчонки из-за этого и счастливы, и работа нравится. Но на голом энтузиазме даже самые горячие альтруисты долго не продержатся. Фонду добрых дел нужна наша с вами поддержка. Недавно в подвале сделали ремонт, сейчас девушки наводят порядок. Но многие вещи продолжают лежать в коробках. Другого места для них пока нет. Люди приходят очень много, площадь большая, нам нужны средства для уборки, нам нужны вешалки, потому что сейчас у нас появились стойки, и нам нужны вешалки для стойок, нам нужны стойки, нам нужны стеллажи. Я вам скажу больше, нам же финансовая помощь нужна. Если у граждан нашего города есть желание помочь нам, мы всегда открыты, в интернете можно найти наши телефоны. У добровольцев есть своя группа ВКонтакте, которая так и называется «Фонд добрых дел». Здесь они выкладывают полный отчет о поступившей помощи, а также о том, как она была использована, вплоть до ксерокопий кассовых чеков. Инна Новикова, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск». Вы имейте в виду...